Телеканал КРТ представляет Я думаю, что пленки, на которых есть голос Байдена и Порошенко, записывал сам Порошенко. Я объясню почему. Смотрите, политики в США, они более выдержаны, они отвечают за свои слова, они стараются ничего лишнего не болтнуть. Лучше не сказать, чем сказать. Лучше не сказать, совершенно верно. Но если кто-то что-то лишнего сболтнул, это может привести к отставке, добровольной отставке человека, чтобы он не подставлял команду и не засорял этим поступком вообще всю эту политическую тусовку. Потому что он там станет изгоем и выйдет с еще худшими последствиями. А так, может быть, сохранит возможность здороваться, разговаривать. Или его дети там далее. Или его дети. Значит, смотрите, что делает Байден. Байден, человек в таком возрасте, в таком положении, добившийся таких успехов в США. Это даже не высшая лига. Это, я не знаю, это премьер-лига. Он не позволил бы себе, если бы допускал тени сомнения, что это может услышать не только ухо Порошенко, он не позволил бы себе и 10% сказать того, что он там сказал. Он не позволил бы себе давить, намекать. В конце концов, есть закрытая дипломатическая почта. Он может написать то, что нельзя озвучивать. А потом пойди докажи, писал он это или нет. Порошенко может прочитать, так же ответить. Но он говорит абсолютно спокойно, расслабленно и наговаривает себе на множество статей. Если это дойдет до американского суда, он наговорит себе на реальные сроки. И судям американским, им до одного места фамилия, до того же места им его возраст, он получит по полной программе. И о нем вообще все забудут за секунду. Сами демократы первые же скажут. Совершенно верно. Поэтому Порошенко, он либо это делал для того, чтобы продать потом эту тему Трампу. Помните, Луценко же там пытался играть? Да, на две стороны. Или он это делал для того, чтобы шантажировать их потом. Потому что он же такая, знаете, есть такое выражение в народе, крыса лагерная. А мне больше нравится такая гнилуха. Знаете, такая вот, ты с ним разговариваешь, он тебе улыбается, а внутри он такой гнилой, что он тебе говорит «Здравствуйте», а сам тебе говорит «Да пошел ты, не хочу тебя видеть». А тебе говорит «Как я раз вас встретить сегодня». Нам очень важен ваш звонок. Да, нам очень важен ваш звонок. Помните, как Иван Васильевич меняет профессию? Говорит «Только же вы никому не говорите». «Что вы, что вы? Алло, алло, милиция?» Ну, это Порошенко. Так вот возвращаясь к тому, куда делись пленки Порошенко, смотрите. То есть он записывал их? Он записывал, но он же не может их носить на флешке, которая тут висит у него, да, как «Коще, где твоя сня, яйца, 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 яйца». Он же где-то же ходил бы. Взял флешку, проглотил. Себе. Она может выйти. Вот она и вышла, Михаил Маркович. Вышла. Через 4 года. Крутилась, крутилась. Ну, если серьезно, то мы должны понимать, что, во-первых, этих разговоров, скорее всего, гораздо больше. Во-вторых, мы должны понимать, что могли не только с Байденом их записывать. Он проводил переговоры и с президентом Франции, и с канцлером Германии, и с Путиным. О, так пленки с Путиным, это же вообще будет бомба. Я вам скажу честно, я так даже с Януковичем никогда бы не позволил себе разговаривать, хотя он был мой прямой начальник, да. Это, ну, совсем уже уничижительная форма для тебя, как для мужчины, как для руководителя самого высокого уровня в стране. Ну, вот, нужно иметь гордость, ну, разговаривая, разговаривая хотя бы так, чтобы это не выглядело, как то, что ты стоишь на коленях. И знаете анекдот? Можно анекдот рассказать? Конечно. Тут можно. Тут нужно. Значит, времена Ющенко, он занимается пчелами, к нему приходят, слушайте, ну, совсем у нас петля, нам русские перекрыли вентиль, газа нет, ничего нет, мы не перезимуем. Пожалуйста, поедьте к Путину, переговорите с ним. Он говорит, я к москвалям не поеду. Ну, пожалуйста, без вас ничего не будет. Говорит, а что нужно делать? Говорит, ну, просите его, ну, у вас только обаяние, вы такой человек. Говорит, ну, хорошо. Только я не поеду, хай він к нам прилетает. Ну, говорит, мы организуем его визит к нам. Ну, вот он приходит в аэропорт, Борисполь встречает, встречает Путина. Тут самолет приземлился, поставили трап, значит, ждут, когда он выйдет, Порошенко говорит, что трапит, господи, да, не для меня надо. Ющенко говорит, что мы требуем работать. Говорит, ну, вы так поклонитесь ему, ну, что вы понимаете, как гостеприимство, мы ему Караваев вручим, вы поклонитесь, он вам поклонится. Вот уже там первый контакт произошел, и он такой стоит, трап, спускается, глава страны-агрессора, Ющенко так наклоняется, и у него штанина здесь, знаете, в носок залезла, никто не видел, а так некрасиво, камеры. Ему кричат, Виктор Андреевич, Виктор Андреевич, штаны, штаны, и он так, да шо ж так, зов всему носу плохо. Ну, вот так пример навел себя Порошенко. ПОДПИШИСЬ!